Здравствуйте! Вот сейчас пойдет речь о одном из разделов, так сказать, физики полупроводников, который на самом деле воспринимается, ну, детьми, по крайней мере, очень легко и понятно. Вот я вам сейчас попытаюсь в двух словах об этом рассказать. Значит, это раздел называется так. Значит, речь будет идти о структурах, которые называются МДП, металлодиэлектрик полупроводник. Это как это все выглядит. Вот представьте себе кусок полупроводника. Ну, вот два контакта. Обычно они называются сток и исток, да? Исток, откуда идут заряды, исток, куда эти заряды стекают. Все очень просто, действительно. Вот есть у вас просто кусок, значит, и по нему все дело течет. Для чего необходим кусочек диэлектрика? Ну, диэлектрик – это, проще всего, окисл того же самого полупроводника, да, то есть СО2 или ГерманИО2, как кому что нравится. Вот, значит, изолятор. Третий контакт по серединке между, значит, двумя контактами. Вот кусок полупроводника, два контакта, плюс-минус. Между ними здесь вот покрытые тонким слоем стекла, оксида, и сверху напылен еще один контакт. На него подается напряжение. Что происходит, когда на этот управляющий контакт, который называют затвором, подается напряжение? Происходит очень простое явление. Из области, в районе этого затвора, происходит изменение, в этой области изменение концентрации носителей. Если носители эти дырки, а вы на затвор подали положительное напряжение, положительный потенциал, лучше скажем так, то тогда происходит возникновение обедненной области. Уменьшается в полупроводнике область, через которую возможна проводимость. То есть дырки, получается, изгнанные из этой области. Увеличивается сопротивление. Если вы хотите отрегулировать иначе, вы, значит, убавляете это напряжение, или, более того, прикладываете прямо противоположное. Туда происходит, наоборот, дополнительный дрейф этих самых носителей электричества, и у вас проводимость увеличивается. Вот и все. Вот и весь принцип работы полевого транзистора, полевой эффект. Вот полевые транзисторы, совершенно, так сказать, очень простые, замечательные приборы. Их, в общем-то, в известном смысле проще делать, проще изготавливать. Почему? Потому что не нужно при выращивании получать вот этих самых ПН-переходов. То есть при выращивании кристалла, а часто эти кристаллы сейчас нужно выращивать так, чтобы на их поверхности было много-много транзисторов. Вот эти всякие устройства памяти, устройства, процессоры, скажем, для ручных часов, для наших замечательных мобильных телефонов. Все это сделано на больших интегральных схемах. Эти большие интегральные схемы проще всего делать, и технологичны, когда вам нет необходимости выращивать большое количество там вот этих вот ПН-переходов. То есть вы растите один и тот же полупроводник, на этом полупроводнике в нужных местах устраивайте контакты. Между контактами в нужных местах, значит, через слой изолятора, значит, оксида вот этого, например, кремния. В общем, в большинстве случаев сейчас используется кремниевая микросхема. На вот этом вот слое контакта, значит, сверху напыляется еще один электрод, управляющий электрод, затвор, и все. Есть у этих схем одно неприятное свойство, что эти схемы все очень чувствительны к радиоактивному облучению, ионизирующим излучением. Вот в случае, когда происходит ионизирующее облучение, то в вот этих вот слоях СО2 может накапливаться заряд. Этот заряд оттуда никак не уйдет. Вот происходит, соответственно, просто появление лишнего паразитного заряда, который, ну, искажает работу вот этих вот схем металл-диэлектрик-полупроводник, МДП-структур, так называемых. Вот эти вот МДП-структуры чудные, совершенно замечательные структуры, и ужасно полезные в технике, но радиационно не стойкие. Ну, к счастью, радиационно стойкая техника нужна только где? Ну, где-нибудь в космосе, ну, и где-нибудь на войне, причем на атомной войне, да? А в остальных случаях вполне устраивает всех техника на МДП-структурах. Она и дешевле, и большими возможностями обладает, и по быстродействию, и по дешевизне, самое главное, кстати говоря, дешевая микросхема. Ну, так вот, давайте я вам сейчас хоть схемку покажу, это схема металл-диэлектрик-полупроводник. Мы выбрали название, вот это, полевой эффект, да, то есть эффект, связанный с полевыми всякими вот этими явлениями, с приложенным полем, да? На самом деле, под эту вывеску мы вам разместим не только такой товар, как полевой транзистор, но и некоторые другие объекты, в которых, по сути дела, отсутствует ПН-переход. Вот, не совсем корректно называть эти объекты, объектами, использующими полевой эффект, там, полевыми транзисторами, но, ну, что, извините, такой вот наш такой вот ход, надо как-то вот название должно быть коротким и понятным. Итак, вот давайте поглядим. Вот простенькая схемка, описывающая некий, значит, прибор. Полюбуйтесь. Вот он, это прибор. Сток, исток, затвор. Что происходит? Вот, смотрите. Вот два контакта. Два контакта. Между ними есть вот область собственной проводимости, которые по бокам прикреплены два, ну, как конденсатор, фактически. Два электрода через слой диэлектрика. Вот этот слой диэлектрика здесь таким заглублённым показан. Вот он, заглублённый такой слой диэлектрика, и на нём сверху нанесён контакт. Прикладывается напряжение к этому контакту, и области, вот эти вот, называются области обеднённые, да, из них, из этих областей изгоняются, значит, носители электричества. И это происходит до тех пор, пока эти обеднённые области не смыкаются. Вот они замкнулись, ток прекратился. Как это выглядит на кривой зависимости только от напряжения? Существует некоторое запорное напряжение. Вот он. Ток пока не был запорного напряжения, и владал, вот, имел такую вот предельную величину. Стоило появиться запорному напряжению, как он стал уменьшаться, уменьшаться, и при некотором, ну, это называется запирающее, на самом деле, напряжение, а вот при некотором запорном напряжении, когда уже дальше уменьшаться некуда, току, он, значит, просто равен нулю. То самое место, когда сомкнулись вот эти вот обеднённые зоны. По-моему, очень просто, да? Вот, когда приходится рассуждать о транзисторах с пен-переходами, там вот какие-то там основные, неосновные, инжекции носителей, какие-то такие слова, ну, очень тяжело идут слова. Когда вот в старое время, да и теперь тоже приходится школьникам сдавать физику, и вот, чтобы его подготовить, вот, к издаче такого вопроса, вот, транзистор, что ты, мальчик, не понял, или девочка? Девочка или мальчик хорошо разбираются в физике, что ты не понял? Транзистор не понял. Как он работает, ну, не понял. Очень тяжело доходит. А вот пылевой транзистор, даже до человека далёкого от техники, он доходит сразу легко и весело, и прекрасно. Всё же так просто. Достаточно приложить поле, которое изгоняет носители, ну, и всё, и тока не будет. Ну, представьте себе, если вы из водопровода, так сказать, выливаете воду, ну, и всё, не будет по ней тока никакого, да? Вот какая-нибудь гидравлическая система, по которой, ну, скажем, передаётся давление, да, тормоза работают. Вы пускаете оттуда тормозную жидкость, и всё, тормозная система не работает, потому что вот этот импульс управляющий, не почему передавать, нет передающей среды. И здесь нет передающей вот этой вот электрической жидкости, да, как бы сказали, так сказать, физики XIX века. Нет вот этой электрической жидкости. Напряжение поданное, то есть поле изгоняет оттуда эту жидкость электрическую, и прекращается работа. Ну, вот, собственно, это самая простейшая принципиальная схема полупроводникового пылевого транзистора, так это называется. Вот на пылевом эффекте основана его работа. Ну, иногда по-другому немножко это строится. Использование тоже ПН-переходов, смыкания, тоже замыкания. Но эффект всё тот же самый. При некотором запирающем напряжении прекращается, значит, движение. Здесь несколько проще было. Вот тут с одной стороны припаяны два контакта, между ними вроде должно происходить ток, и область ПН-перехода внизу. И вот с этой областью ПН-перехода в конце концов смыкается область обеднённых носителей. И дальше уже двигаться, значит, некуда заряду, и поэтому протекание тока между этими двумя контактами прекращается. Тот же самый эффект. Но здесь уже несколько сложнее. С одной стороны действительно контакт, а с другой стороны вот такой протяжённый ПН-переход. Вот так вот господа развлекаются, господа физики придумывают разные конструкции пылевых транзисторов. Ну, и всякие другие есть пылевые транзисторы. Конечно, больше, чтобы регулировать это напряжение, видите, вот в зависимости от чего-то там, например, ещё сложнее придумаем, значит, будет происходить изменение вот этого вот запорного напряжения, да, запорного напряжения. То есть можно ещё регулировать ещё дополнительными контактами. Не будем об этом говорить. Благо тут внизу экрана почему-то возникла надпись «эффект шотки». О чём будет идти речь? Ну вот мы этот эффект шотки решили как бы прикрепить в качестве довеска, в качестве спутника к такому простому и понятному пылевому эффекту. Здесь речь идёт вот о чём. Дело в том, что переход возможен не только между двумя проводниками различных типов, но и между полупроводником и металлом. это очень пучительная история. Дело в том, что вот этот вот эффект шотки и диод шотки – это вещи, связанные с границей металла или со стыком границы металл-полупроводник. Значит, уровни в металле действительно, значит, полно свободных уровней для движения зарядов. И ведёт в себя эта граница, диод вот этот, так сказать, вот эта граница между полупроводником и металлом в зависимости от того, как заполнен или не заполнена, значит, зона проводимости полупроводника. Есть в ней что-нибудь или нет. В зависимости от соответствующих уровней друг с другом сопряжённых, да? Ну, сам по себе диод шотки выглядит ужасно просто. Значит, на поверхность полупроводника нанесён, значит, металлическое напыление или, если хотите, металлическая пластинка, то самое главное – грамотно сделать напыление. Долгое время это не удавалось. Почему? Потому что так или иначе между двумя контактами появлялся слой окислов, слой диэлектрика. И приходилось вот эту вот работу осуществлять через тонкий-тонкий слой диэлектрика. То есть, фактически, де-факто, до появления вот таких современных методик напыления металлических контактов из, значит, парообразной фазы, в вакууме, значит, напыляется золотой контакт на поверхность полупроводника. Вот до этого момента, значит, вот истинного диода шотки не получалось, а получался фактически диод с неким слоем диэлектрика. То есть, это тоже самое было металл, слой диэлектрика, полупроводник. Вот. Вот такая вещь. Но здесь металл не играл роль просто управляющего электрода, который регулировал концентрацию носителей в самом, значит, полупроводнике. А он играет роль одного из контактов, фактически, перехода некого, да? Не назовёшь его ПН-переходом, но переход между металлом и полупроводником. Значит, я вам расскажу про совершенно замечательную вещь, мне это очень нравится. Называется это поверхностно-барьерный полупроводниковый диод. Поверхностно-барьерный диод, ППД. Полупроводниковый диод, вот такой, с поверхностным барьером. Это делается следующим образом. Устраивается толстый-толстый вот этот вот слой обеднённый. То есть, фактически, это самый ПН-переход. С одной стороны, там всё как положено. Полупроводник. А с другой стороны, он венчается слоем золотым, золотым контактом напылённым. Этот полупроводник, это обычно достаточно плоская структура. Ну, иногда, в старое советское доброе время, когда всё у нас было в изобилии, поэтому, значит, разбрасывалось. Из этих диодиков делались такие вот маленькие значки. Такой маленький золотой значок, красивый, как зеркало, в нём всё отражается. Ну, вот что-нибудь такое. Вот это был поверхностно-барьерный детектор. Чем он был хорош? В него могла попасть любая частица через этот тонкий-тонкий слой золота. Я вам в прошлый раз рассказывал о совершенно замечательных детекторах. Их называют ПИН-детектор иногда, да? Значит, почему ПИН-детектор? Там, значит, есть область собственной проводимости. ПИ, собственная проводимость Н. Вот это вот огромный-огромный И-область, значит, собственной проводимости, которая играла роль такого вот грандиозного ПН-перехода, в котором поглощаются гамма-кванты и бета-частицы, значит, электроны. Вот. Они, значит, достаточно энергичны, чтобы проникнуть внутрь. Чем замечательные альфа-частицы? Очень важные, кстати говоря, частицы в смысле загрязнения чего-либо. Они отличаются тем, что они поглощаются самым верхним слоем вещества. Вот говорят, что вот некоторые альфа-частицы, чтобы их задержать, достаточно слоя папиросной бумаги. Действительно, они очень хорошо тормозятся. Они тяжелые, заряженные, это ядра атома гелия. Вот. И они очень легко поглощаются. В этом есть их очень вредные свойства. Представьте себе, когда альфа-частица попадает в легкие человека. Что с ней происходит? Ну, не альфа-частица, а альфа-радиоактивный газ, скажем, или альфа-радиоактивная пыль. Альфа-радиоактивный газ, радон. В принципе, он постоянно присутствует в атмосфере. Источником его является распад тория. Торий в тех или иных концентрациях присутствует, скажем, в граните, в кирпиче, в бетоне. Ну, вместе с ощебнем гранитным, например, он туда попал. И вот при распаде тория образуется этот газ, радон. Этот радон постепенно, значит, просачивается в атмосферу помещения, в котором люди находятся и дышат. Да? И вдыхает его иногда. Особенно занимательно, когда радон попадает к нам вместе с водой. Водой, имеется в виду артезианской. Вот когда только-только вода, значит, добыта из-под земли, в ней может присутствовать некоторое количество радона растворенного. Не обязательно, кстати, присутствует, но может присутствовать. И вот в этом случае эту воду можно легко пить, кипятить. Никакого вреда, ну, почти никакого заметного вреда, ну, или практически никакого заметного вреда, человек в этом случае не получает. Почему? Ну, представьте, он налил стакан воды, выпил. Распался там этот радон, излучил альфа-частицу, но она тут же поглотилась внутри воды, внутри этой жидкости. Гораздо хуже, когда речь идёт о изотопах радона, которые попадают в воздух. Вот если вы моетесь в душе, именно не в ванне, а в душе, вот, значит, распыляется вода, вот эта вот содержащая радон, из неё радон испаряется, человек, значит, вдыхает этот радон. Радон выделяется из стен помещений, из облицовки домов, если она сделана из гранита. Вот, говорят, что дома облицованы очень хорошим, дорогим камнем, гранитом, значит, в их квартирах несколько повышенное содержание радона, благодаря тому, что сам гранит это испускает радон, да. Ну, к счастью, радон-то обычно выходит наружу, гранитом всё-таки облицуют дома, как правило, снаружи, а не изнутри, вот, ну, для красоты. Ступеньки гранитные очень хороши в метро. Ну, я думаю, что там вентиляция достаточно сильна для того, чтобы избавить нас от этого неприятного соседства. Так вот, как же эти альфа-частицы зарегистрировать? Ну, что, неужели вдыхать и ждать, пока заболеешь раком, а потом по количеству раковых заболеваний определять, сколько же там было радона? Отнюдь. Вот для этой милой цели и служат поверхностно-барьерные полупроводниковые детекторы. В них присутствуют огромные, ну, огромные с точки зрения микроэлектроники, огромные по площади, квадратный сантиметр или несколько квадратных сантиметров. Вот это вот такая позолоченная поверхность, тонкий золотой слой, играющий роль такого вот зеркала золотого, прекрасного такого красивого, ровного, гладко отполированного. А под ним находится, значит, очень широкая, большая поверхность ПН-перехода, такой собственный область проводимости. В неё спокойно влетает альфа-частица через этот тонкий-тонкий слой золота, она с ним практически не взаимодействует, ну, или почти не взаимодействует. И теряет всю свою энергию в этом вот поверхностном слое. Что значит терять всю свою энергию? Энергия выведёт на ионизацию. Каждая электрон-дымрачная пара, родившаяся в этом слое, она есть не что иное, как, значит, пара носителей электричества. Значит, заряд, который проходит через вот этот вот объём, объём вот этого ПН-перехода, можно зарегистрировать. И вот величина этого заряда пропорциональна энергии альф-частицы, поглощённой здесь, да? Ну, таким образом, можно, скажем, из грунта, собранного где-нибудь на огороде, приготовить препарат и долго-долго регистрировать из него альф-частицы. Почему долго-долго? Потому что активность этого препарата очень маленькая, и вам нужен очень-очень тонкий слой препарата, чтобы он сам по себе не поглощал те частицы, которые сам же излучает, да? То есть вот он должен быть тонким очень слоем. Ну, и таким образом обнаружится, и присутствует ли на вашем огороде, например, плутоний. Не прилетел ли во время Чернобыльской аварии к вам, наоборот, значит, плутоний. Ну, вред от таких вещей очень относителен. Даже попав в организм, вот этот вот плутоний, он же не тонким-тонким слоем размажется по всем вашим кишкам и поверхностям внутренним организма. Он будет, так сказать, идти комочком, да, в этом самом химусе, как говорят врачи. Вот, и, соответственно, он будет там же поглощать свои альфа-частицы. То есть на самом деле вероятность поражения таким вот альфа-излучением очень мала. Нужно очень большую вот такую активность проглотить, чтобы заметно пострадать, да? В противном случае это просто исчезающее мало, и просто для науки полезно найти, да, для исследователей. А есть он вообще там этот плутоний или нет, а залетел сюда из Чернобыля он или нет. Это самый сложный, по-моему, анализ на радиоактивное заражение, на наличие альфа-частиц в толще, скажем так, вот, те самые, в толще полудородного слоя, да? Приходится какие-то специальные ухищрения прибегать, там, добывать его, как там, какие-то химические реакции проводить, промывать, там, кислотами и всякими такими вещами. Очень сложная работа. Так что вы имейте в виду, живите спокойно, даже если к вам на огород попал плутоний, то он вас не достанет, потому что вам слишком мало для того, чтобы сделать из него атомную бомбу. Значит, он для вас безопасен, потому что его альфа-активность, смешанная, смешанного с землей этого плутония, не достанет до ваших органов чувств. Вот, между прочим, по поводу радиоактивного поражения лёгких, есть такое заболевание, которым болеют горняки и каменотёсы, вот, которое возникает как раз только у них. При вдыхании пыли, говорят, это происходит от того, что они вдыхают пыль. Но, тем не менее, этим заболеванием не болеют, скажем, люди, ну, вдыхающие пыль деревянную, древесную пыль, или пыль, которая возникает при обработке зерна, да, так сказать, мучную пыль. Значит, связано это вот с чем. Связано это с тем, что очень интересный эффект происходит при разрушении породы. Вот горняк или каменотёс занимаются тем, что разрушают кристаллическую породу. И происходит с этой кристаллической породой следующее совершенно уму непостижимое явление. Вот вы разрушили кусочек кристалла. Ну, представьте себе, кусочек кристалла. У него возникли вот эти вот разорванные связи. Представьте себе, вот решётку, ну, на клетчатой бумаге нарисованную, и вы это вот разорвали на мелкие-мелкие клочки клетчатую бумагу. И вот каждая клеточка, каждый клочок, это несколько клеточек с огромным количеством по бокам оборванных вот этих вот связей химических. Появляется очень сильно возбуждённый, такой вот очень сильно возбуждённый, сильно сдеформированный кусочек кристалла. И вот удивительное свойство. Вот это возбуждение играет некую такую роль возбуждения всей электронной подсистемы этого маленького кусочка, всей системы электронов. И вот эта вся система электронов, ведущая как единое целое себя, очень сильно возбуждённое, всю свою энергию возбуждения, от которой она стремится избавиться как-то, она может отдать, делегировать одному единственному электрону из своей среды. И этот электрон вылетает из этой мельчайшей частички раздробленного вещества, вылетает с большой энергией, то есть практически обнаруживается некое явление радиоактивности. Вот в силу того, что человек, работающий на мукомольном заводе или обрабатывающий древесину, он работает с органическими веществами некристаллического происхождения. Что значит фрагменты зёрен растения, это некристаллы. Что частички дерева, это тоже некристаллы, это значит такая вот слоистая полимерная структура фактически из естественных полимеров органического происхождения, скажем так, да, растительного в данном случае происхождения. Вот. Наверное, наличие в лёгких инородных предметов не является полезным для организма, но тем не менее, вот инородные предметы такого рода органического происхождения, некристаллического, не обнаруживают излучение вот этих самых электронов. Эти электроны не собирают, эту энергию всего этого разломанного, возбуждённого кристалла не собирается вместе и не излучает. Вот помните, я всё переживал. Как же отличить кристаллическое тело от некристаллического? А вот как оказывается, в частности, при разрушении кристаллическое тело, электроны в кристаллическом теле, вот обнаруживают вот такое вот, значит, потрясающее, в общем-то, свойство, то, что де-факто некая бета-активность, бета-активность – это когда электрон излучается, некой вот такой вот радиоактивности можно добиться сугубо механическим путём, измельчив кристалл, ну, скажем, вот так, как измельчают его горники, когда, так сказать, врубаются в кристаллическую горную породу, или каменотёсы, которые обрабатывают каменные всякие изделия. Вот эта вот каменная пыль, попавшая в лёгкие, излучает электроны и, соответственно, приводит к неким таким формам, фактически, заболеваниям, очень родственным лучевым поражением, да. Ну, вот, в частности, чтобы вот всякие такие вещи регистрировать, а все эти излучения достаточно слабые, и, ну, через нашу кожу не прошедшие бы, и не прошедшие бы через, скажем, оболочку нормального газоразрядного прибора, и очень мало их, да, вот в этих во всех случаях незаменимую совершенно роль играют всякие поверхностно-барьерные, значит, полупроводниковые приборы, у которых, по сути дела, ПН-перехода-то настоящего нет. Есть, значит, полупроводник одного типа, а потом какой-то вот переход в никуда, в пустоту, фактически, в некий металлический вот этот вот контакт, который вот и позволяет все эти вот эффекты, значит, наблюдать и фиксировать, снимать, да. Вот такая вот полезная, ужасная вещь. Нужно сказать, что полупроводники вообще в ядерной технике, ну, это сущее благо для ядерной техники во всех отношениях, для ядерной науки, скажем так. С одной стороны, они позволяют, эти полупроводники, создавать регистрирующие приборы, приборы для регистрации излучения, очень тонкие. А с другой стороны, они долгие годы обеспечивали ядерную науку некой подпиткой денег, да, значит, за счет того, что изготовители, значит, радиоэлектронной базы, вот эта полупроводниковая, всегда были заинтересованы в проведении исследований в области радиационной стойкости полупроводников. То есть структурные исследования, как на структуру полупроводника влияет то или иное излучение. И надо вам сказать, что проникающее излучение на структуру проводника не обязательно влияет негативно. Значит, ну, понятное дело, что какие-то такие вот разрушения кристаллической решетки, которые происходят при, ну, скажем, облучении нейтронами, да, они вроде как не должны быть положительными, положительного свойства иметь на электронный прибор, да, раз они так искажают, да, дополнительные разрушения создает. Но, с другой стороны, все вот эти вот процессы могут быть управляемыми. Скажем, есть такой чудный способ. Вот как сделать тот же самый поверхностный барьерный диод? Можно имплантировать его поверхность пучок ионов. Пучок ионов нужной энергии заглубляется на нужную глубину. Ионов другого, значит, вещества, легирующую примесь. То есть, легирующую примесь можно наносить вот так вот точечно в нужные места, создавая, между прочим, вот определенный, так сказать, рельеф этой примеси на, значит, поверхности полупроводника, создать какие-то управляемые изменения, значит, характеристик полупроводника таким образом создавать. Это раз. Второе, это то, что полупроводник, ну, вообще всякая электронная техника работает всегда рядом с изоляторами. Без изоляции вроде как никакой электрический прибор работать не будет. Нужна же изоляция. А вот изоляция, полимерная изоляция, очень всегда чувствительна к излучениям. Причем тоже необязательно эти излучения действуют на нее сугубо разрушительно. Ну, например, вот эти вот радиоактивные излучения, в частности, электронные, или излучение электронное, действуют на резину, на полиэтилен, с тем, что оно сшивает соседние молекулы. То есть, электрические характеристики, прочность, их увеличивается за счет этой самой, так сказать, сшивки электронным пучком. Вот эти вот технологии, связанные с воздействием на саму структуру, с воздействием на структуру вот этих вот ионизирующих излучений, электронных пучков, в частности, гамма-излучения, они сугубо положительную играют на самом деле роль. Ну, вот, например, есть такие вот изделия, которые называются термоусадочный полиэтилен. Вы с ним, скорее всего, встречались, да точно встречались. Вот представляете себе бутылки с водой. Бутылки с минеральной водой. Они обычно упакованы, там, поскольку 6, там, или 12 штук, они как бы обтянуты таким, значит, как полиэтиленовым чулком, таким с двумя дырками. На самом деле, вот этот полиэтиленовый чулок не что иное, как так называемый термоусадочный полиэтилен. Заполняется вот этот вот чулок, упаковку, значит, нужным количеством бутылок, а потом этот полиэтилен нагревает, ну, скажем, потоком горячего воздуха, ну, как от фена. И в нём происходит следующее. Происходит термоусадка, так называемая. Происходит, так сказать, шивка отдельных молекул. Как можно добиться такого термоусадочного эффекта у полимеров? Один из способов, есть химические способы, а один из способов, один из самых надёжных способов, это облучить полимерную плёнку, значит, заготовку вот этой термоусадочной трубочки, очень хорошие популярные вещи термоусадочной трубки. Если тут полиэтилен термоусадочный для упаковок, это, ну, в общем, как вот, ну, с нашей точки зрения высоких технологий, ну, это как-то мелко. На самом деле это очень-очень важно. А так по старинке, ну, нам бы атомную бомбу сделать, нам бы ракету запустить, а это всё тут, что на земле происходит, не так важно. Тут ходите с вашими гвоздями по немощённым дорогам, да, но это неверно, конечно. Неверный подход, но вот мы им всем страдали этим подходом. Ну вот. А, значит, термоусадочные трубочки это очень важная, хорошая вещь, очень хорошо с помощью этой трубочки, скажем, изолировать контакт, да. Надевается на контакт термоусадочная трубочка горячим воздухом, и она прям сжимает, ни вода не проникает, ничего. Вот эти термоусадочные трубки, замечательная вещь для изоляции стыков кабелей, значит, которые работают где-нибудь там в кабельной канализации, где сырость. Вот они от сырости, так сказать, с этим страшным усилием, которое возникает при термоусадке, защитят стык в кабеле, вот, от коррозии. Значит, за счёт чего это происходит? Вот достаточно эту заготовку, трубочку, хорошенько облучить электронным пучком. Электронный пучок много-много разорвёт химических связей, много-много химических связей по области пучка разорванных, ждут только того момента, когда их пригласят друг к другу соединяться. Они начнут соединяться, и произойдёт усадка, они сожмутся близко. Чтобы бы их пригласили соединяться, надо немножко это подогреть, возбудить. Вот только как происходит подогрев, начинают первые связи цепляться, усаживаться, усаживаться, и всё это делал. Вот происходит термоусадка, усадка, уменьшение объёма. Это очень важное, на самом деле, свойство термоусадочных полимеров, значит, вот, которые, ну, в известном, в известной маленькой области производят очень приятную такую вот революцию. Вот про изготовление, так сказать, муфт для кабелей, которые в очень суровых условиях, в полевых, можно применять. Вот я вам уже про это дело сказал. Вот термоусадка. То же самое, невинный совершенно полиэтилен, да, помните, какой полиэтилен мягкий, вялый, да. Ну, полиэтиленную плёнку я уж не говорил, какая-нибудь конструкция, да, были одно время такие, помните, полиэтиленовые стаканчики, не видно. Не вот те, которые одноразовые сейчас, кстати, из другого материала делаются, а толстые такие полиэтиленовые стаканчики с крючкой, типа как одноразовые, чтобы их там где-то вот в саду чай пить, да, на шестисотках. Вот. Такого рода изделия, на самом деле, могут приобрести свойства очень большой прочности. Для этого достаточно, опять же, произвести радиационную сшивку. Пальта полиэтилен становится таким вот твёрдым, жёстким, сохраняющим свою форму. Из него можно путём, значит, вытачивания, скажем, на токарном станке выполнять какие-то вот изделия, да, такие имеющие очень хорошие механические характеристики. Плюс к этому, они ведь остаются диэлектриками в этом случае, да, это замечательное свойство. Такого рода диэлектрик, он, с одной стороны, не проводник, с другой стороны, играет роль конструкционного материала. То есть, не обязательно, получается, нужно делать изоляторы из фарфора, да, которые, ну, бьются они, знаете, да, фарфоровые изоляторы, а можно делать их вот из такого вот сшитого полиэтилена. Называется сшитый полиэтилен. Вот сшитый полиэтилен обладает и большей плотностью, в воде он тонет, он тяжелее воды становится, и гораздо большей прочностью. Вот за это, за счёт тех самых свойств, которые связаны с проникновением внутрь излучения, которое там вот производит свою разрушительную деятельность. Но таким образом это, собственно, приводит к созиданию. К сожалению, так получилось, что все мои примеры в основном связаны не с кристаллическими телами, да, а с телами такими вот, ну, скажем так, полимерными, да. Пожалуйста, извольте. Есть дефекты, которые возникают в металлах. Вообще металл, с точки зрения дефектов, не очень восприимчивая такая вот вещь, структура. Если в полупроводнике наличие дополнительных дефектов просто сразу скажется на изменении проводимости. То есть каждый дефект – это либо ловушка, либо, наоборот, источник свободных электронов, да. То есть у вас сразу это повлияет на проводимость кристалла. То в металле это, так сказать, ну, подумаешь, ну, разорвалась ещё одна, так сказать, связь между соседними атомами. Ну, подумаешь, там что-то разорвалось, какая-то, так сказать, элемент плоскости. И так это происходит очень долго, всё этот разрыв. И происходит, причём ощущается это только для, так называемых, конструкционных материалов, да, конструкционные материалы, используемые в ядерных реакторах. Вот в ядерных реакторах там действительно потоки нейтронов, гамма-лучей, свободных электронов, то есть бета-частиц, они очень большие. И вот это вот подвергается очень большому интенсивному воздействию. Так вот, интересно, что в этих случаях происходит даже так называемое радиационное распухание металлов. То есть в металлах так много происходит, такое большое заметное количество дефектов образуется. А каждый дефект, это что значит? Это в нужном месте атома нет. Атом куда-то в другое место сместился. То есть получается вот лишнее свободное место внутри, внутри вот этой вот кристаллической решётки. И начиная с некоторого момента просто ощущается геометрическое изменение размеров образцов. Для этого они должны, конечно, гигантские получить поток нейтронов, гигантский флюенс, как говорится, да, вот. Но, тем не менее, значит, это сказывается. И бывает даже так, что частички металла становятся радиоактивными, сами, значит, переживают эти превращения. У них становится другая химическая природа, другое количество валентных электронов. Это ещё усугубляет, так сказать, ситуацию, появляются лишние разорванные связи. В общем, происходит разрушение металла вот на таком вот уровне радиационного распухания. Ещё могут даже в решётку внедряться инородные, значит, атомы, которые туда как-то случайно попадают за счёт диффузии при большой температуре. Но в основном это, конечно, с поверхности происходит металлов. Вот. Вот до каких вот разговоров мы с вами дошли, повествуя о свойствах полупроводников. Вообще, мы не случайно сюда попали, потому что полупроводники – это такие объекты, свойства которых целиком зависят, в общем-то говоря, от примесей и от чистоты. Чистота и наличие примесей. С одной стороны, объект должен быть достаточно чистым, чтобы образовывать определённую кристаллическую решётку, но, будучи собственным полупроводником, никакой ценности для техники он не представляет, нужно фиксированно ввести нужное количество примесей нужного типа. Типа такого, что он превращает полупроводник в полупроводник N-типа или P-типа. Вот эти вот носители там появляются, которыми можно управлять, регулировать ход, так сказать, протекания процессов в полупроводниковых кристаллах. Ну, вот такие вот вещи с ними случаются. Я вам вот что ещё хочу сказать. Вы знаете, хочу вам продемонстрировать рисунки, изображающие энергетические уровни полупроводника и металла. Вы знаете, я вот так, видите, с некой такой нерешимостью вам про это говорю. Дело в том, что вы не надеетесь, или, вернее, я не должен надеяться, что вы это так уж прям хорошо сразу схватите и поймёте, да? Вот давайте вот попробуем на эти картинки посмотреть. Вот с одной стороны здесь будет у нас нарисовано энергетические уровни полупроводника. Вот тут полупроводник N-типа. Так и написано, N-тип. Справа энергетические уровни металла. M-металл. Что мы тут видим интересного? Ну, давайте попробуем показать. На первых, видим интересное обозначение. Вот у уровня написано Epsilon Fermi. E-Fermi. И вот тут тоже видим некий такой пунктирный уровень, и на нём написано Epsilon Fermi. Энергия Fermi. Я вам напомню, что такое за энергия Fermi или энергия Fermi. Я вот до сих пор, до старости лет дожил, не знаю, как правильно поставить ударение. Кто как ставит. Это вот что такое. Это энергия, выше которой при, значит, очень низкой температуре, при абсолютном нуле, так условно говоря, не может находиться свободных, значит, не может находиться электронов. Вот здесь вот энергия Fermi в металле совпадает, скажем, как бы с потолком зоны, ну не с потолком зоны проводимости, а просто вот на этом уровне вот как раз выше него электронов нет. Ну, немножко есть там, совсем немножко. Вот они вот проводимость осуществляют. Всегда спокойно могут скакнуть. В полупроводнике типа энергия Fermi находится внутри запрещенной зоны. Вот она, верх валентной зоны, Epsilon V, потолок валентной зоны. А это низ, или, как сказать, пол, если можно сказать, пол, нижняя граница зоны проводимости. Epsilon C, conductivity проводимости. Вот она, нижняя граница зоны проводимости. И вот что интересно и получается. Когда мы, значит, привели, вот мы ещё пока не привели в непосредственный контакт металл и полупроводник, но что мы видим? Оказывается, энергия уровня Fermi в проводнике выше, ну, значительно выше, чем энергия уровня Fermi в металле. Вот эти вот, значит, разность потенциалов некоторые получаются. Вот, например, вот это потенциал поверхности, Epsilon вакуума, да? Значит, энергия, которую нужно придать электрону, чтобы выбросить электрон, значит, из полупроводника или из металла. Значит, вот такое вот слово нетривиальное. Значит, мы всегда потенциал чего-либо знаем с точностью до, ну, скажем, как говорить, произвольно услагаемого. Что-то надо принять за ноль, что-то надо принять за какой-то общий уровень. Вот тут вот за общий уровень принимается потенциал как раз вакуума, то есть свободного электрона, свободный, как птица, электрон, где-то там в вакууме болтается, вот его потенциал, вот он. Всё остальное ниже находится, да? В металле вот на такой глубине, вот у положения уровня Fermi в проводнике N-типа вот на такой вот глубине находится. Что же будет, если эти кусочки сблизить? Вот посмотрите, как интересно всё это мигает. Вот мы их сблизили, и произошла некая деформация. Вот посмотрите на неё поподробнее. Я вот ещё раз это вот сближение произведу. Вот я щёлк. Что произошло? Произошла следующая вещь, что произошло некое выравнивание энергии. Обратите внимание. Произошло некоторые выравнивание энергии, и как мы рисуем, вот так вот искривление уровней. Вот он, уровень низа зоны проводимости искривился. Уровень потолка валентной зоны искривился, и он, значит, смотрите, он фактически дошёл до уровня ферми зоны проводимости металла. Почему? А потому что здесь как раз есть электроны. То есть вот соседний вот тут электрон, который есть, он может всегда попасть хоть сюда, хоть сюда. Он с этой энергией, вот он на уровне. Вот здесь электроны есть. Здесь на этом уровне ферми в металле есть всегда электроны. Ну, или даже чуть выше, но их там мало. В основном вот этим всё кончается. Вот. И вот в поверхностном слое вот тут происходит такое вот искажение, искривление уровня энергии. Вот я вам это всё рассказал не для того, чтобы вы, так сказать, поняли, а, по крайней мере, для того, чтобы вы зауважали науку, как наука просто с помощью картинок, бывает, умеет сложные объекты пояснять сама себе и рассказывать, да, и делать какие-то выводы. Вот так вот в конце концов делается вывод о том, как будет работать тот или иной контакт, да что там будет происходить. Благодарю вас за внимание. До следующей встречи. Удачи вам.